МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приехал не просто так. Выступить с моноспектаклем «Человек Земли», рассказывающим о судьбе и творчестве Василия Шукшина, артиста пригласил Черноморский флот. Однажды я сыграл для Тихоокеанского флота, приехав, сыграл спектакль, просто пошла сарафанная радио. Понравилось это. Ребята с лодок, с кораблей собрались с женами. Ну, потом поехал в Мурманск, в Североморск. Это был уже Северный флот. Сейчас командующий сказал, так, а что это? А почему к нам тогда не приехать? И приехал. Касса дома офицеров закрыта, так как вход свободный. В зале, рассчитанном почти на тысячу человек, свободных мест нет. В зале Черноморцы. Мы пришли совместно с военнослужащими и с их семьями для просмотра спектакля, для поднятия уровня культуры, ну и в первую очередь для отдыха личного состава. Это мой друг. Мы с ним снимались в фильмах. Вот, и я хочу посмотреть на его работу. И такой счастливый случай предоставился. Он приехал сюда, а у меня здесь съемки. Мы пришли послушать не только его прекрасный спектакль по Василию Шукшину, но еще и послушать замечательный оркестр народных инструментов. После непродолжительной репетиции и настройки аппаратуры в зале гаснет свет. В полной темноте – портрет Василия Шукшина. На сцене – музыканты. Народные инструменты создают особое настроение, переносят в атмосферу жизни великого писателя и режиссера. Через несколько минут на сцене появляется автор моноспектакля. Так почему в тебе не проснете меня? Боже. Прямо на сцене Андрей Мерзликин переобувается в высокие сапоги, надевает кепку и перед зрителями уже герой произведения, житель Кучугур, сельский парень Василий Шукшин. С этого момента и начинается его рассказ. Только для начала расскажу вам немного о своем селе. Василий Макарович, по-моему, единственный человек, который смог сделать предметом своего творчества, своих высказываний, как в кино, как в литературе. Это вот именно простой человек. В данном случае еще, можно сказать, простой сельский человек. Так случилось, что Василий Макарович оставил после себя, помимо литературы и фильмов, потрясающее пистолярное наследие. Это письма его, публицистика, которых никто практически и не видел и не слышал. А вот ознакомившись с ними, мы создали, по большому счету, редкий материал, в котором раскрывается сама фигура самого Василия Макаровича. Севастополь в жизни Василия Шукшина занимает особое место. Еще до того, как про него узнал весь мир, простой сибирский парень ушел служить. И призван был на флот, на Черное море. Но из-за болезни службу пришлось прервать. Но Севастополь и Черное море навсегда остались в сердце и в творчестве Василия Шукшина. Редактор субтитров А.Семкин